Задача проекта была в том, чтобы рассказать о том, что такие люди есть, о том, что это люди, и о том, что на самом деле проект называется «Глубоко внутри», именно потому что эти люди испытывают очень похожие вещи на то, что испытываем мы и чувствуем мы. С самого начала, когда мы еще прописывали концепцию, мы придумали, что было бы, наверное, правильным поместить эту закрытую тему в самое открытое публичное пространство, которое только может быть. И мы стали думать о том, чтобы сделать инсталляцию именно в торговом центре. То есть все было организовано таким образом, чтобы замедлить человека, сделать его более внимательным, более сконцентрированным. Интернат – это место, где люди живут, они туда не приезжают на лечение, они находятся там постоянно. Многие с ними действительно находятся в таком тяжелом состоянии, что о каком-то полном выздоровлении речь не идет. Это такие микрозадачи, совершенно несопоставимые с тем масштабом, как мы себе ставим задачи. Там, не знаю, поступить в университет, поехать в кругосветку, что-нибудь в таком ключе. То есть там люди учатся держать ложку, ходить самим в туалет. Моя задача – пытаться двигаться вот в этих двух реальностях, хотя, конечно, я понимаю, что я уже нахожусь в некой третьей реальности. Первое, что меня очень сильно поразило уже внутри – это то, что несколько человек не знало своего возраста. То есть здесь не очень представляют, как выглядят люди в интернате. И люди в интернате не очень представляют, как мы выглядим здесь. И с этого момента мы стали делать фотолабораторию. Ребята занимались фотографией, снимали себя, снимали что-то про себя, про свою жизнь внутри интерната на определенные темы. И как раз-таки на те же темы я предлагала людям в социальных сетях или на улице сделать фотографии. И таким образом мы обменивались снимками между здесь и там, откуда пошло название проекта. Мы стали обмениваться вообще какими-то медиа друг с другом на разные темы. В интернате довольно сильно разделяют мир, в котором они живут, и мир, в котором живем мы. Они называют его волей, они называют его свободой. И у меня есть свои герои. Мне очень хотелось бы, чтобы, собственно, у них появились какие-то новые знакомые во внешнем мире. Единственное, чем мы можем помочь людям в интернате, это начать с ними говорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова